шаром дорогие друзья всем добрый день напишите пожалуйста как меня видно как меня слышно и с божьей помощью сегодня мы поговорим по теме свобода выбора свобода выбора вечная тема важная тема тему которой должен знать и должен подумать и не каждый сейчас мы находимся в сферата омире время счета омера это время подготовки к дарованию торы это время работы над качествами каждый день мы работаем над определенным качеством у нас всего есть в сферата омире 7 сфер от основных и каждая из них заключает 77 основных остальных сферов да то есть получается 7 умножить на 7 49 сфер от мы проходим сфер от а это то что образует наши качества сфер от это корни наших качеств и постоянно каждый день во время этих этого счета омиро мы работаем каждый день над каким-то качеством например хэсэд шиба хэсэд мы работаем над даванием гвура шиба хэсэд мы работаем над тем чтобы правильно ограничивать себя говорят ограничения и давать зная ограничения сегодня у нас насколько я помню тифер от шиба хура это гармония в ограничении я я помню что раньше была на сайте в реку я уверен что это сохранилось там написано четкое объяснение что нужно делать на чем лучше работать каждый день из сфер отома очень хорошая работа и я хочу поговорить немножко о более корневых вещах о том откуда идет вот эта работа над собой с чего она начинается и вообще интересно что свобода выбора она для того чтобы понять вообще откуда берется какое-то явление ты его корень для этого нам нужно посмотреть где она начинается в торе и говорят говорит мой учитель что это вещь свобода выбора она первый раз появляется в торе в главе в книге решит в главе когда говорится о том что каин принес жертву всевышнему каин он был скажем так родоначальник жертвоприношения то есть у него возникла идея у него был копирайт принесения жертвоприношения что он сделал он решил я посвящу сейчас что-то всевышнему взял овощи какие-то растения которых которые него были которые уже подгнили и отдал это всевышнему а или а эвель он увидел что сделал каин и подумал я хочу принести всевышнему самое лучшее что у меня есть он взял самую лучшую овечку своего стада и принес ее жертву творцу мы знаем что каин он был замедельцем а эвель он был скотоводом и каину не понравилось что всевышний принял жертву эвеля а его жертву не принял и каин уже собирается убить эвеля и всевышний в этот момент спрашивает его вопрос интересный вопрос он спрашивает вот его даже он не спрашивает а говорит ему если более точно он говорит ему такую фразу алло им третив сет что это означает это означает что если будешь творить добро то возвысишься если ты станешь лучше то возвысишься и через это еще комментаторы нам говорят что всевышний намекает его что если ты станешь лучше сейчас то я приму твое жертвоприношение и что такое станешь лучше что такое станешь творить добро это что означать полностью измениться вообще до неузнаваемости сделать какой-то переворот нет говорят наши мудрецы что станешь лучше это даже какое-то маленькое изменение когда мы делаем какое-то маленькое изменение это потрясающе что это нас меняет это то что говорят наши мудрецы и из этого мы приходим к потрясающему выводу к силе маленьких шагов что на самом деле на самом деле что меняет нас это не какой-то один геройский поступок который мы совершили забыли о нем а это каждодневное маленькое продвижение на толщину волоска но каждодневное каждодневное приближение к творцу каждодневная работа хотя бы что-то очень-очень маленькая сделать чтобы приблизить нас творцу но сделать и делать это постоянно и есть огромное количество лекций уроков во всяком случае на иврите про силу маленьких решений и на иврите это называется каббала каббала это принятие на себе на себя какого-то обязательства и сейчас я вам скажу очень важный секрет о том как принимать обязательства вообще многие люди считают что вот сейчас например свирата ом или обычно это происходит прошу шана или какой-то большой праздник человек говорит я сейчас меняю свою жизнь это может быть в религиозной сфере то может быть не религиозной сфере я сейчас начинаю изучать тору каждый день по 10 страниц гморы или человек говорит все я сейчас начинаю помогать жене каждый день во всем или человек говорит вот я раньше не занимался детьми теперь я вообще три часа в день посвящают детям это неправильно дорогие друзья я не говорю что это для всех неправильно может быть есть люди для которых это нормальные которые могут принять решение такое его осуществить течение долгосрочного периода но как правило как правило мы можем по-настоящему осуществлять и это то что нас меняет это маленькие решения маленькие изменения но постоянной поэтому о том как принимать на себя обязательства вот смотрите человек например поймал себя на том что он врет часто врет и он может сказать все я больше не вру завтра я перестаю врать и это не сработает но завтра не он не будет тогда послезавтра начнет врать после послезавтра он уже забудет о том что принялась обязательства что же делать вы берете маленькое обязательство делите его на 100 и эту сотую долю вы применяете свою жизнь это изменение должно быть настолько маленьким что вы его не почувствуете вы только осознаете что вы что-то сделали но вы даже это не чувствуете и сила маленьких шагов маленьких изменений в конце концов изменит вас всего потрясающе то что когда мы меняемся даже чуть-чуть это изменяет всю нашу систему мы система система где все связано со всем и поэтому когда мы делаем какое-то маленькое изменение это изменяет наши отношения с окружающими людьми это изменяет наши отношения с самим собой это изменяет наше настроение это изменяет нашу жизнь поэтому дорогие для того чтобы раскаяться для того чтобы изменить свои качества нам не нужно сворачивать горы нам не нужно делать перестройки нам не нужно делать погромы нам не нужно делать огромных своих плохих качеств и нам не нужно делать какие-то перевороты на нужно на самом деле взять маленькую вещь начать с одной даже маленькой вещи одна сфера одна маленькая вещь не нужно сразу 100 обязательств на себя брать я предлагаю вам начните с одного обязательства возьмите на себе одно обязательство поделите его на стол вот это маленькое маленькое обязательство малюсенькое обязательство вы берете на и делаете его на протяжении например месяца вы видите что вы его взяли что это уже стало привычкой привычка обычно приобретается за месяц ну вообще 90 дней до из слива один раз день делаете то 90 дней в общем то в основном на привычку нужно 90 повторений ну скажем так 90 дней если вы три раза в день делаете то 30 дней скажем так когда у вас вы чувствуете что это вошло вам привычку тогда вы берете что-то другое и продолжаете то что вы уже взяли таким образом потихонечку мы продвигаемся приближаемся к творцу и наша жизнь меняется и свежий не хочет от нас переворотов это то что всевышний намекает на нам этой фразой алло им ты идти в сет ведь если будешь добро творить возвысишься если ты станешь лучше возвысишься если ты сделаешь минимальное улучшение на микрон в день ты уже возвышаешься и это то что хочет от нас всевышний поэтому дорогие друзья есть такие люди которые говорят или все или ничего нет это не правильно нам нужно продвигаться всевышним потихонечку и это то что я вам желаю дорогие друзья сейчас тем более в это время время изменений время сферата омера когда мы готовимся к принятию торы поэтому я рекомендую вам взять что-то связанное с торой или с самыми главными качествами это благодарность одно из самых главных качеств естественно как наверное многие знают а на вас скромность это основа всех хороших качеств и ну мне кажется сила воли это это очень важная вещь которую тоже нужно развивать и именно маленькими шажками мы это делаем для тех кому интересны мои уроки мои love хаки на из еврейской мудрости я вас приглашаю зайти ко мне на страничку в инстаграме вот я сейчас послал вам ссылку заходите подписывайтесь будет интересно будет классно там я постараюсь вам как можно чаще давать сильные классные нужные лайфхаки из иудаизма если есть вопросы пишите в личку спасибо всем кто был со мной я желаю вам легких радостных и приносящих хорошие сладкие плоды изменений хорошего подготовка хорошей вам подготовки к получению торы животу будьте счастливы